Добрый день! И мы продолжаем серию истории выздоровления. Я хочу сказать, что, знаете, люди выздоравливают не от лекарств, не от повязок, не от мази, даже не от операции. Выздоравливают тогда, когда хотят, когда верят, когда видят то, что смогли сделать другие люди. Похожие на тебя. И вот я хочу сказать, что мне очень приятно, что Андрей нашел время приехать сюда. Кстати, Андрюш, ты знаешь, как смотрю на двери, вспоминаю и тебя. Потому что когда он приехал, я делал ремонт, а Андрей как раз занимается бизнесом, который связан с дверьми. И вот я говорил, Андрюш, нужны двери красивые, но не очень дорогие, все остальное. Но он дал те двери, которые все время, добрым словом, вспоминаю, что ты у нас как человек, все время присутствующий здесь. Андрюш, вот скажи мне, пожалуйста, что ты сейчас можешь сделать? Вот давай просто, мы еще не говорим, что у тебя, какие проблемы, с чем ты приходил. Вот сейчас просто покажи то, что можешь сделать. Присесть, подпрыгнуть, ударить, двинуть ногой. Что можно? Присесть. Легко как бы. Эти все движения. Легко. Слушай, а так вот, размахнуться-то. Ну, без проблем. Слушайте. Хоть гопака. Хоть гопака. Я тебе хочу сказать. Вот сейчас люди смотрят и скажут, что у него болело или болит. Причем, сколько ты времени назад ушел от нас? Ну, это, наверное, до месяца, наверное, восемь. Восемь назад. Это после второй. После второй. А после первой? После первой уже три года. Три года, да? Вот тут как раз Муслим Ремеевич занимается. Это мы уже показывали одну ситуацию, а здесь, так сказать, и вторая. Ну, так сказать, будет возможность, на минуточку оторветесь, просто приятно будет. Ваше участие здесь очень большое. Ага. Ну, вот. Я хочу сказать, что вот как раз, как бы, начало идет со мной, а потом продолжение с Муслим Ремеевичем, с которым, так сказать, уже доводит до спортивного варианта. Ну, вообще... Я сейчас посмотрел, вот так вот, вообще, вот, то, что как много выбрасывают. Да, да, да. Слушайте, приятно видеть, да, результат. Человек работает, вот, вот, целенаправленно. И опыт, да, вот, который вот получили тогда. Да, опыт, конечно. И в Греции съездили, там, после этого вообще было прекрасно. Ну, это колоссально. Ну, вот, я хочу сказать, что, а помните, как занять, то есть, вот, твое любимое упражнение, Андрюш? Ну... Вот, если так вот вспомнить, сказать, вот все упражнения хорошие, а какое интересное у него? Ну-ка. Ну, больше всего, вот, особенно, я вспоминаю, когда, вот, самое начало было, да, когда я получил травму, и я понимаю, что, ну, все, ходить очень сложно, то есть, просто... Это в первую или в вторую? Да, что в первую, что во вторую. И вот, когда я, вот, самое приятное, когда я вижу, что идет прогресс, и вот с каждым занятием я вижу, что нога у меня начинает больше сгибаться, да, я могу делать какие-то, вот, уже движения, которые не мог делать, там, например, там, несколько дней назад, вот. Вот, и это прямо видно, ну, как говорят, знаете, как в сказках, не по дням, а по часам. Вот, вот это... Разогреваете? Да. И вот, разогрев, конечно, разогрев нравится, то есть, когда вот ты приходишь на занятия, вот, и вот начинается ходьба, вот, сидя даже, вот сидя, когда начинаешь разогревать колени, ну, да, то есть, проблема была с коленями, и... Ну, теперь он уже раскрыл тайну проблемы с коленями. Да, я могу загружать вперед. Я хочу сказать, вот, Муслим Ремичи, это чемпион Европы по гушу, причем я хочу сказать, что здесь идет уже спарринг с болезнью, да, то есть, вообще, вот, повредить еще это одно, вот еще восстановить партнера, это да, хорошо. А вот по бегу, по всем этим движениям, скручивание, все. Ну, вот я показал, то есть, вот эти все движения, то есть... Ну, вот, Гален работал на ногах, вот, я, особенно, второй раз, когда он пришел, вот, я думал, что это надолго. Ну, потому что... Он быстро так, потом, да, опыт, который... Опыт, который первый раз... Конечно, ему, и, да, запустить, вот, было намного легче второй раз уже, вот, поэтому и ускорим так вот. Ну, причем важно, что первый раз ты пришел, у тебя была травма на какой ноге? На левой. На левой. И там был диагноз, какой поставили? Мениск. Мениск, и сказали, что нужно делать операцию. Да, да, да. То есть, посмотрели, причем это кто, постой, направил? По-моему, Карташова, Надежда Николаевна. Да. То есть, вот, она направилась сюда. И, скажи мне, вот, ты пришел, повязки мы делали? Делали. Делали повязки, все. То есть, вот, повязки, они так собирают династики. Что первое, что второе травм. Скажи мне, пожалуйста, а вот, когда пришел, как отнесся в начале к занятиям? То есть, честно, Андрей? Ну, честно скажу, что, ну, не сильно верил я в это. Не сильно, потому что у меня такая... Дальше. Да, то есть, я не понимал, как вот эта, ну, простейшая гимнастика может восстановить. Когда мне все вокруг говорили, ну, абсолютно 100%, мне говорили, что нужна операция, потому что все равно ничего не сделать. Вот, то есть, это только операбельным путем. Только резко. Да. Слушай, и вот упражнение, что ты помнишь из первого, что было? Ну, я помню, естественно, то есть, опять же, это ходьба, это мелкие, вот, маленькие, маленькие движения, вот эти. Вот, вот, правильная ходьба. То есть, я уже здесь научился правильно ходить. Вообще, я хочу сказать, что, вот, когда говоришь людям, что абсолютное большинство людей передвигается, ходят единицы. Один из тысячи человек, если ходит, это счастье. Древние говорили, если хочешь быть здоровым, бегай, если хочешь быть сильным, бегай, если хочешь быть мудрым, бегай. То есть, это как само собой. Это Лена сидит, моя однокурсница. Она у нас была отличницей, поэтому она поправляет. Хорошо. Скажи мне еще, после первой травмы за сколько восстановился? Ну, наверное, я уже, я уже в футбол начал играть, буквально через месяц, наверное, 3-4. То есть, я уже все... Скажи мне, а травма первая где? На лыжах. На лыжах, на горных лыжах? На горных лыжах, да. То есть... Ну, так, что за ситуация была, просто там где-то упал или, так сказать, серьезно? Так как это был не Запад, да, то есть, не Европа, а были Карпаты, соответственно, горы там более экстремальные. В том плане, что они, ну, не совсем ровные. Где-то снег остался, где-то всякие бугорки. Вот. Это уже было вот в последний день. Ну, вообще, в последний день вообще примета, никогда не катать. Это был последний день. Вот. И при спуске снег не вычислились, снег нападал, а там, видать, была ложбинка и был снег. Вот. И левой ногой, правая вроде бы проезжает, а левой лыжа уходит вот вглубь. И идет вот такое движение. С хрустом совсем. Да. И вот на излом пошла нога, и я рву мениска. Вот. То есть, соответственно... Ну, сейчас, да, сезон как раз вот горных лыж, это вообще... И потом люди не подготовлены. Ты знаешь, вот задам провокационный вопрос. Вот после занятий, если бы возникла та же ситуация, смог бы как-то или вывернуться, или это... Смог бы однозначно. То есть, вот, что важно в наших занятиях, то, что человек после восстановления, после травмы, по нашей методике, вот ту методику, которую я заработал, чувствует себя лучше, крепче, чем до травмы. Вот человек или не доходит до восстановления, поэтому вот храмы и кривые – это недолеченные травмы, которые вырастают. Или человек становится сильнее и лучше благодаря травмам. Причем важно, что этот человек у нас спортивный. Он и футбол, и горные лыжи, и все. Потом и в Грецию съездили, там вместе позанимались. То есть, и второй раз травма какая-то, то есть, у тебя... Это уже футбольная была. А что тут за травма? Здесь было столкновение, и как-то, как говорится, переплелись мои ноги и соперника. Опять же, я даже не помню, пошло все на излом, что я даже скрикнул. Такого крика я еще от себя не слышал. То есть, ну, боль была просто... То есть, здесь уже ситуация такая, что если бы просто где-то падение, тут ноги выдержали координацию, но здесь уже экстремальная ситуация. Здесь на излом пошла. То есть, вот нога соперника попала вот не сюда, и пошел просто излом. Ну, там без вариантов было. То есть, там уже так. Вот. Причем на другую ногу. На другую, на правую уже, да. То есть, та уже... Я о ней молчу. То есть, она работала как эта. Ну, потому что после этого, я считаете, ну, год играл интенсивный футбол. Она меня не беспокоила. Вообще. Вот я, кстати говоря, хочу сказать, что для спортсменов то, что мы делаем, это вообще сказочная вещь. То есть, лечение, реабилитация и набор формы идет одновременно. То есть, обычно как? Вначале лечение, там в гипсе все, потом там реабилитация, потом набор формы. Здесь идет одновременно в геометрической прогрессии. И, так сказать, здесь диагноз какой поставили? Мениск, разрыв боковых связок. И трещина в какой-то кости, не помню, честно говоря. Я тоже уже не помню. Там, по-моему, какого-то или мыщелка, или еще что-то трещина. Да, да, точно. Здесь намного серьезнее вещь. Да, второй раз. То есть, здесь уже сказали все, и он пришел. Значит, еще более серьезная вещь. Так сказать, самое интересное, мы сразу же опять стали делать повязки. и результат пошел быстрее, чем... Я скажу быстрее, чем первый раз. Я говорю, я удивился, что он не думает. Я думаю, это будет более разрыв боковых связок. Это вообще не может так. Быстрее. Причем там разрыв, постой. Ну, не разрыв, там надрыв, но серьезный надрыв. Какой связки внутренней? Внутренней, это еще серьезнее. То есть, наружнее, она все-таки как-то у нас работает. Внутреннее, это, так сказать, и результат пошел уже тоже побыстрее. То есть, ты уже и движение все помнишь. Потому что, что важно, правильное движение, вот у нас здесь люди тоже занимаются. То есть, правильное движение, это лучше, чем мобилизация гипсом. Потому что, если неправильное движение, то часто в спорте люди травмируют себя, что он делает резкое движение, но не скоординированно, он рвет просто себя. Ломает, рвет. Вот, то есть, соперник неизвестно еще ударит или нет, а себя уже точно порвал. Ну, вот. И на какой день уже, так сказать, почувствовал результат? Ну, я вам скажу, что уже, наверное, на занятии пятом я уже... Слушай, а вот вспомни немножко, какие движения были. Сейчас мы немножко его как это... Ну-ка, какие движения были? Эти движения, так. Эти движения. Движения. На этом... А ну-ка, ну-ка, да-да-да. Сейчас посмотрим, сохранил ли форму. Мыслим Ремич. А, вот. Вот эти движения. Так, еще что? Вот. Потом, значит, сейчас... А, вот эти движения. Вот эти движения, да. Ну, вот все, что вы делаете, поняли, да? То есть... Ага, ага. Вот эти движения. И причем, кажется, что делает плечами. Потому что принцип реабилитации заключается в целостном подходе. Если повреждены нижние конечности, то работа начинает с верхних конечностей. Если повреждена левая сторона, то начинается с правой. То есть, каждая часть, например, здоровая нога – это учитель. Поврежденная нога – это ученик. И здоровая нога должна опуститься до уровня ученика. То есть человек, когда начинает делать занятия, если вот человек заходит в зал и видит, как кто-то занимается, он даже не должен определить, где у человека травма. Рука, нога, какая нога, позвоночник. То есть человек обычно как? Кривой, вот он ходит кривой, потом думает, что выправится. Никогда, он уже зарос. То есть начинается с маленьких движений и увеличивается правильный объем, амплитуда правильных движений. То есть идет рост правильного движения. Координация, скорость, дыхание. Дыхательные упражнения тоже помнишь? Да, конечно. То есть все, а дыхательные упражнения, ну какие? Все вот эти с поворотами, эти вещи. А еще, ну просто интересно, давай, да. Я представляю, люди смотрят, скажут, чем он мог такие результаты сделать, да, так? Ну-ка еще. Я вспоминаю, вот дыхательные, это вот. А, вот эти. Это вот тоже ситуация какая? Что мы идем по пути, по какому? Что зачеркиваем все, что сделала природа. То есть мы считаем, что вот хирург, сделав операцию, он делает великую вещь. Назначив лекарство, мы считаем, что да, природа дура, мы умные, мы можем вот все сделать. На самом деле нужно вступать в диалог с природой. Использовать те возможности. И ведь соединительная ткань, она обладает уникальным свойством. Многие знают, что сустав, например, если неправильно, ну, вывих, через 2-3 дня его вставить уже невозможно. Соединительная ткань сжимает. Так это же можно использовать для фиксации, для правильного распределения. То есть соединительная ткань начинает тянуть на свои места. То есть это потрясающе вещь. Этим надо пользоваться. Природа обладает уникальными свойствами. Хирург, это в принципе часть природы, а не центр. Ну вот, прекрасно. И поэтому вот дыхательный генометр, это ведь ситуация, где человек использует то, как во время стресса. Раз, и мгновенно все становится на место. Ибн Сина Авиценна однажды вылечил одну женщину на востоке. Он пришел к одному султану, устраивается на работу. А у него был как раз пир. И у одной девушки болела спина. Он говорит, ну покажи, на что ты можешь, доктор. Ну, представляете, на востоке, там она в паранже, во всем. Он говорит, пусть она подойдет. Она подходит, он так раз, я юбку поняла, ой! И встала, и пошла. Ну, это, так сказать, рискованный момент. Это, так сказать, надо подготовить, состояние и все. Поэтому эти вещи, раз, и осторожно, все. Тело же, оно хочет тоже справиться. Оно как в судороге, нужно судорогу снять. А судорогу снимать, чем иголочкой. Мне просто, знаете, что я хочу сказать? Вот, и мыслиму приятно, то, что мы все время с больными людьми. А вот так, те люди, которые уходят, для нас счастье их увидеть. Хоть порадоваться вместе, они находят время. Так, а еще упражнения какие? А на стенке? На стеночке, да. На стенке, это же святое. На приборах на наших. На стеночке сейчас. То есть, вот эти движения. Вот, когда только в самом начале. Причем обязательно с дыханием, потом повыше. Да. Все вот эти мои. Во, во. И вот посмотрите, работа. Посмотрите внимательно, как работают плечи, ноги. Потому что обычно у человека плечи зажаты, он ногами двигает. Он даже, так сказать, не скоординирован. Здесь, посмотри, как красиво. Раз, раз. То есть, само движение, правильное движение, это правильная работа мышц, правильная работа связок. Правильная работа суставов, кровообращения, психики, центр тяжести. То есть, тут все. Так, а еще что? Здесь вот эти, наверное, движения были. Тоже, да. И вниз, и вверх. Все. Вверх. Так, еще какие тут движения были. Так. Ну, так же, и идти потом в верхнюю ступенечку. Ага. Берем еще выше. Вообще, вот когда смотришь на то, как работает, да, чувствуешь здоровье и гармонию. Удовольствие смотреть, как на артиста балета, как слышать песню, как слышать тогда, когда чувствуешь, что вот идет гармония от человека. Так, все вот эти движения хорошо. Сзади, наверное, вот эти все моменты, да. Раз, раз, раз. Раз. А начинал, сидя, все вот эти? Да, начинал. Ну-ка, сидя, покажи, какие движения были. Так, мастер, показывай, имеешь право. Раз, раз. Все вот эти движения. Ага. Ногу вытягивай слегка. Мыслим Ремич сейчас занимается, не будем его отвлекать. Но в зеркало можно видеть. Вот как раз те же движения, которые делаются. Да, все вот эти. Вот эти, наверное, движения, да. А начинал с вот этих движений, как ты говоришь, да. С самого начала, да. Когда нога обездвижена. Вот. Причем важно, что человек не имеет права хромать. А хромать может рукой, ногой, всем, чем угодно. Можете проходить, да. Мы, так сказать. Так. Все вот эти движения. Причем человек подходит к тому, чтобы начать двигать маленькими движениями. Маленькие движения – это работа связками. Связками мы перестаем работать. Только в детстве дети работают связки. А во время стресса человек обращает в дрожь. И в тепло, и в холод. То есть тогда, когда запускается работа связочного аппарата. Но мы этим не владеем. А вот здесь гимнастика, которая дает возможность. Вот, посмотрите, как красиво работает. Потому что стул, стол, все вот эти вещи – это приборы. Причем приборы более точные. Не боюсь этого слова. Причем даже приборы, связанные с компьютером. Потому что обмануть балетный станок, стенку, стул или ровный пол нельзя. Безжалостно, но справедливо. Вот, зато какие движения. Скажи мне, в футбол сейчас играешь? Да. На горных лыжах? Нет, на горных лыжах не катался. Ну, не было возможности. Ну, обязательно еще раз. Слушай, а страх остался вот в движении? Нет, вы знаете. Вот еще что важно, что уходит не только боль. Но человек уже может на эту ногу падать, прыгать, двигаться. То есть, уходит внутренний, животный страх на уровне суставов, клеток, организма, дыхания. Да, это правда. То есть, вот страха абсолютно нет. То есть, ну, я, честно говоря, даже забыл, какая нога у меня была первая, какая вторая. А у меня был тоже пациент, который говорит, ну как нога? Говорит, все нормально, только палец побаливает. Говорит, так у тебя на другой ноге перелом. А, говорит, слушай, забыл. Ну, это вот приятная вещь, когда, кстати говоря, интересно, что обычно пациенты обижаются. Говорит, доктор, у меня же правая нога болит, а вы... То есть, когда ты видишь здоровье в человеке, то ты можешь спутать. Потому что, если ты увидел, говоришь, слушай, вот здесь что-то, говорит, Петр Саш, у меня же не эта нога болит. Все, ты выздоравливаешь. Тебя не видят больным, тебя видят здоровым. Да. Андрюш, а вот скажи, пожалуйста, вот если бы, ну, говорит, так, ты бы говорил бы самому себе еще до прихода к нам, что бы ты сказал? То есть, ну, потому что многие не верят, многие считают, что операция – это самое важное, что вот сделать операцию, и можно быть спокойным. Знаешь, как это? Отрезали, подшили, и, так сказать, уже можно ничего не делать. Вот как ты считаешь? Ну, вы знаете, ну, не знаю, как до этого, но вот сейчас мое мнение такое, что, ну, нужно до последнего использовать те варианты, которые исключают, опять же, вмешательство в организм, то есть, при помощи скальпеля. То есть, я так могу сказать. Я второй раз, когда второй раз получил травму, у меня даже мыслей не было, чтобы идти там к хирургу и спрашивать, что там отрезать, или что зашить, или еще что. То есть, я позвонил вам и сказал, что я опять... Вы знаете, что здесь еще интересно, что, как бы, вот эта работа, которая происходит, она, вот вы смотрите на него, да, и важно, что мы даем, но важно, что, посмотрите, с каким удовольствием и где-то, ну, с моментом гордости он говорит, что он сделал. И действительно, как бы, заработать здоровье и заработать свои суставы и доверие, почувствовать, на что способно свое тело, это огромное счастье. То есть, не лишать человека удовольствия справиться со своей проблемой самому. И я хочу сказать, что, вот, пациенты, которые у нас выздоравливают, иногда проходят годы, иногда проходят вот здесь, потому что там 4 года вернулся, и сразу же раз, уже все, сразу же в бой, в работу. Иногда проходит 10, 15, 20 лет, сейчас уже приходят люди. Скажи мне еще, что важно в занятиях, вот, как бы, если бы ты вел занятия, вот, на что бы ты обратил внимание? Мне кажется, что это все-таки, вот, настрой, настроиться. Самое первое, это нужно настроиться на занятия, то есть, на вот этот нужный лад, вот. Во-вторых, все-таки, должно, как называется, не переусердствовать, а вот делать это легко, чувство меры, да, вот, делать это легко и не стараться делать через силу это все. То есть, вот, скажи мне еще, занятия это тяжело делать или все-таки они доставляют удовольствие? Нет, они доставляют удовольствие. А вот в чем сложность, в чем, как бы, вот, ну, что тяжелее всего в занятиях? Да, я даже не знаю. Ну, что тебе было тяжело? Ну, наверное, в самом начале, когда при первой травме, то есть, я, ну, не понимал, что должно происходить и почему ничего не происходит, потому что там первые два занятия, естественно, еще ничего не понятно и не ясно, вот. А вроде бы ты ожидаешь какого-то чуда, но это чудо, оно приходит чуть попозже, ну, занятия там четвертое, пятое, ты уже видишь реальный результат. То есть, вообще, в принципе, от занятия до занятия уже идут? Да, да. Ну, потому что от занятий до занятий ты же еще где-то ходишь, где-то что-то, и уже, когда ты приходишь там через те же там два дня на занятия, ты уже видишь перемен. А не помнишь, на какой день боли прошли? Нет, наверное. Вы знаете, я вам скажу, что боли прошли как-то быстро, ну, наверное, может, даже, может, второе-третье занятие. Боли могли появляться, когда вот я делал что-то вот через силу, да, вот вместо какого-то маленького движения я сделал какое-то большое движение. И, соответственно, боль раз, сразу дает это себе знать. Вот, то есть, соответственно, потом я ловил момент, чтобы не доходить до этой границы, вот. То есть, вот здесь еще что важно, он говорит, именно важно то, что в этой гимнастике работа все время идет на грани. То есть, не дошел до грани, не будет результата, перешел грань, будет обострение. И вот эта зона, она очень тонкая. Почему я говорю, что важно, когда спрашивают о здоровье, спрашивают, как ты себя чувствуешь? Чувствовать вот эту грань, потому что как дурак можно пробежать, со всей силой сделать. Это один момент. Ленивым быть, ничего не делать, это вторая крайность. А вот именно поймать ту грань, где идет результат, вот это сказка. Уже даже тело само просит. Причем интересно, что некоторые пациенты отмечали, говорят, Петр Александрович, ну вначале так, а потом уже сидишь и уже не можешь. Я в ЦИТО, когда работал, говорят, пациентов по поводу сразу видно. Они все целыми часами сидят, дергаются, поддергиваются, все. То есть, вот как заведенный, тело просит. И вот еще очень важно, ты говоришь, настрой. То есть, занимался же ведь не один, коллектив был. То есть, в первом коллективе кто-то запомнился? Нет. Ну, Муслим, естественно. Ну, это все, все. Да. Это, так сказать. А вот во втором кто-то был такой, кто был? А, нет, в первом Данила был. Данила. Все понятно. Певцова, помню. Певцов Дима. Певцов Дима занимался. Да, 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 да. То есть, тоже вообще парень, который работал, потрясающе. Но у нас он тоже есть в результате лечения. А вот во второй раз кто-то? Второй, значит. Ну, честно говоря, не вспомню. Что-нибудь, какой-нибудь интересный там случай, еще что-то? Ну, мне второй раз, чем понравилось, что немножко усложнились и стали более разнообразные упражнения. То есть, это упражнение с тем же шаром, с шарами большими, да? Это раз. Второе потрясающее упражнение, от которых вот реально удовольствие получал, это вот с этими палочками шестами. Ну, мы потихоньку тоже растем. То есть, ты даже пришел и увидел, что и травма серьезней, но и у нас и опыт уже более серьезный. И это, опять же, вот это разнообразие, оно вызывает интерес. И время просто пролетает. Вот, сколько мы там, часовые, полуторачасовые занятия. А потом дома занимался все-таки занятия? Сколько вообще по времени занятий длилось? Длилось вообще-то целиком? То есть, вот и свои занятия, и здесь по времени? Ну, вот здесь, то есть, по полтора часа. Так, и дома сколько еще? И дома, ну, я уделял где-то час точно. Точно. Еще и работал, я так понимаю. Ну, естественно. Ну, кстати говоря, это важно, что вот эта гимнастика, она рассчитана на людей, у которых нет лишнего времени, лишних денег и лишнего здоровья. Лишнего времени, потому что, когда плотно работаешь, то вот у нее бизнес, там все идет, мне нельзя остановиться. Лишние деньги, потому что выздоровление идет настолько быстро, что ты экономишь это, и потом не лечишься от осложнений. И лишнее здоровье, потому что ходить по врачам, делать операции и все, принимать лекарства, для этого нужно иметь запас здоровья. Поэтому, если этого нет, то тогда нужно работать и зарабатывать, а не ждать чуда и фокусов. И я тебе хочу сказать, Андрюш, большое спасибо, знаешь, за что? Вот ты правильно сказал, что важна атмосфера, состояние, потому что, когда приходишь в зал, то у нас, кстати, в зале нету больных людей. Больные люди у нас уходят. Потому что некоторым выгодно быть больным. У нас есть только выздоравливающие. И поэтому атмосфера, ты попал, где вот сейчас вы смотрите и понимаете, что если вы придете к нам, то поймете, если у вас ситуация сложнее, чем у Андрюш, ну, вы можете сказать, ну, я великий, у меня травмы серьезнее. Ну, у нас есть люди, у которых травмы на порядке серьезнее. Взять Надежду Никищину, ты же занимался с ним? Ну, вот я тебе хочу сказать, позаниматься такой же... Я сегодня знал, что я 81 год вот исполнился. Кстати говоря, перелом шейки бедра, которая была, когда пришла к нам с переломом шейки бедра, операцию делать нельзя, у нее на руках лежачая сестра, она приезжала сюда, занималась. И сейчас, если посмотреть на нее, иногда к ней относятся, это симулянтка, сложным суставом, но все компенсировано так, что она ходит, сказка, сама себя обслуживает, все на нее приятно. Вот я хочу сказать, таких людей приятно видеть в зале, да? То есть, когда смотришь... У них всегда улыбка на лице, она всегда рада. Ты когда смотришь, скажешь, да, со своей проблемой стыдно, она справилась в таком возрасте и с такой проблемой. Мне-то не справиться с каким-то паршивым там... Министром. Разрывом, министром, да. Поэтому спасибо тебе, что нашел время, потому что вот когда люди посмотрят эти фильмы, то где-то в глубине у них появится уверенность, выздоровление и сомнение в том, что нельзя вылечиться. Спасибо, Андрюш, большое. Спасибо вам. Приходи всегда в гости. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.